Льготный период оплаты проезда по федеральным трассам для грузовиков продлят. К такому решению пришли по результатам проверок мониторинговой группы. С 15 апреля стоимость проезда для грузовиков массой больше 12 тонн вырастет до 1 рубля 91 копейки за километр. Ранее планировалось поднять цену до 3 рублей. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. За время функционирования системы в Федеральный Дорожный Фонд было перечислено порядка 23 миллиардов рублей. По Якутии эта цифра составила около 14 миллионов. Систему Платон от республиканских автоперевозчиков поступило 13 миллионов 600 тысяч рублей. В соответствии с принятым решением правительства Российской Федерации о компенсации выпадающих доходов бюджетам Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, в декабре 2016 года Якутия получила 38 миллионов 600 тысяч рублей, которые были направлены на ремонт региональных автомобильных дорог. Система взимания платы за проезд по магистральным дорогам мера предсказуемая и давно ожидаемая. Она хорошо знакома всем перевозчикам. Валерий Хамедулин уже более 10 лет занимается грузовыми перевозками. Он включился в систему с момента ее запуска. Сейчас выдали нам приборы. Приборы, кстати, выдаются бесплатно на три года. Потом снова договор переоформляется. Ставится на каждую машину индивидуальный прибор и по прибору машина едет уже. Все это в личном кабинете можно просматривать и боевремя. Сегодня по стране в системе зарегистрировано уже около 80% машин с разрешенной массой свыше 12 тонн. В Якутии Платон установили уже около 4000 машин, что составляет около 40%. Автовладельцам, которые пользуются системой Платон, действует возможность вычета транспортного налога или возмещения с учетом вложенных средств. В сегодняшний момент организовано взаимодействие между ФНС и РТНС транспортной системы. Мы передали всю необходимую информацию в Федеральную налоговую службу о наших пользователях и объемах средств, потраченных в разрезе каждого собственника транспортных средств, разрешенной массой свыше 12 тонн за определенный период. При подаче декларации, в том числе при обращении за вычетом, пользователю достаточно просто справочно предоставить всю информацию, и вычет, необходимый по транспортному налогу, будет получен. Хорошо, что ввели, получается, с дорожного налога будут снимать. Сейчас налоговую декларацию подаешь, и то, что суммы, которые заплатил за Платон, налоговая учитывает эти суммы. Сегодня на интернет-сайте ОНФ «Карта убитых дорог» открыто голосование для грузоперевозчиков по определению самых проблемных участков федеральных трасс. Отмеченные водителями участки будут автоматически включены в народный рейтинг автотрасс, которые в этом году должны будут отремонтированы за счет средств от Платона. Юрий Осипов, Виталий Абрамов, Александр Жуков, Иван Семенов, Андрей Осикритов, Георгий Григорьев, НВК «Саха», Якутск.